13 арен, 15 видов спорта, 6 тысяч спортсменов. Минск рыхтуется до форума Олимпийского узровня других европейских гульняв. Специально до споборництва в Минску звядуть шерох новых объектов. Это жилый корпус на проспекте Дзержинска, где разместятся спортсмены и тренерский штаб, а так само центр спортивной медицины и тренировочная зала. Протягивается конкурс на распроцовку официйного талисмана гульняв, подрабязности ведая Надяя Сербиненко. Про два года наша края примет другие европейские гульни. Але подрихтовку до масштабных спортивных споборництвов белорусской столицы почала загадя. Головное споборництвы примут Минск и Чижовка-Арены. Изнакамиты стадион на Кирова. Стадион Динамо станет головной спортивной пляцовкой других еврогульняв. У червене 2019 года тут пройдуть церемонии открытия и закрытия форму. После реконструкции Динамо сможет принять 22 тысячи глядачов. Специально для Европеяды на карте Минска з'явятся и абсолютно новые спортивные объекты. Так, у новоково-практичном центре спорту в районе Минск-Арены атлеты будут проходить медобследование, сдавать допинг-пробы. И еще один объект. Шмат-профильная зала для гульнявых видов спорту станет основной тренировочной базой для спортсменов. Спортивные туристы смогут выбрать гостиницу разной зорности. У Минску их достатково. При этом проживание может быть включено у так званый туристичный пакет разом с билетом на матч и проездом у Минск. Инфраструктура, которая жила в городе Минске, она готова потенциально к размещению наших гостей. Сейчас какие-то такие предварительные оценки. Сложно давать, сколько туристов приедет. В Азербайджане было 30 тысяч. У программу другой Европеяды будут включены наибольшь массовые и популярные виды спорту, у яких у нашей краины есть яскравая перемога. На гульнях у Азербайджане в медальном заливе Беларусь заняла 7 место и завоевала 43 у Знагороды. У Минску атлеты отримают додатковую мотивацию. А кроме спортивного, у гульня есть вельми важный медийный аспект. За гульнями у Минску будут сочить глядачи литерально по всем свете. От того, на кольки якостной и яскравой будет картинка евро гульня, залежит у вогуле по спеху, форму на международной арене. Тому зараз объявлены конкурс на так званого домашнего вешальника. Компании, якие мают досвид и практику о осветлении споборництва у такого узровню, литерально некольки у свете. И как раз гэтые одинки уже дослали свои заявки у Минск. Вести про мои трансляции у всех споборництвов робить с телеогляды кожного дня, сдымать церемонии открытия и закрытия гульня. Свои техничные заявки уже дослал вешальник первых европейских гульня у Баку, а так само продакшн-компания некольких олимпиад. У осветлений спортивных споборництва будут заденечены и телевизийные могутности Белтелерадиокомпании. Белтелерадиокомпания, безусловно, будет участвовать. К этому времени мы должны серьезно обновить нашу технику. Мы будем иметь качественное новое спортивное вещание и подход к нему и в техническом смысле, и в творческом смысле. Стать часткой других европейских гульня у Можа Кожны. Открытый конкурс на лепший талисман. Але идейно он повинен отповедать слогану и многотыпу. На английской мове гэта фраза «bright care, bright you». Русский пероклад – время ярких побед, а белорусская мова – час яскравых перемог. Затвердженный логотип еврогульня у гэта папараць-кветка с пяти колеров. Увогаля вся символика еврогульня у вытрымана у концепции «Купальской ночи». У баку головных талисманов было два – гранат «Нар» и газель «Джейран». Гэта выключна азербайджанские национальные символы. На минских еврогульнях символы так само повинны иметь национальный колорит. Першая варианты талисманов уже активно досылают на скрыню Министерства информации. Организатора конкурс малюнки прымают до 15 листопада, а выники конкурсу подведут 15-го снежня у Национального олимпийского комитета. Надяя Сербиненко, Александр Берецкий, Виктор Шпак, агентство «Теленовин», Минск.